МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Номер 2. Февраль 2014 год. От издателя... Вот. Тут уже от издателя я привожу письмо читательнице. Так. Луна рекомендует. Февраль месяц. Что за дни? Кстати, я сейчас делаю календарь, в котором... Меня вообще заинтересовало, почему, допустим, 1 февраля называется День Макария. Кто такой Макарий был? Лезу в справочники, смотрю, ага, он, допустим, там, святой был, сделал то-то, то-то, то-то. Вот. Поэтому его и поминают. Далее, какие приметы, какие особенности, какие заговоры, какие особенности этого дня, на что он указывает. И вот в этом плане работают. Мне очень и очень нравится это изложение. И знаете, к чему я пришел? К чему я пришел? Если взять православный календарь, то там, например, День Ивана Купалы. И знаете, что произошло? День Ивана Купалы, оказывается, это день на летнее солнцестояние. Когда самая короткая ночь. А потихонечку, вот в этих всех календарях религиозных, День Ивана Купалы сместили, 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 сместили совсем на другой день. То есть он не отвечает тому, о чем он заявлен. Поэтому, поэтому, вот, мне предстоит вернуть те древние знания, я думаю, пройтись по ним, чтобы, знаете, вот, явление природы и то, что народ заложил, славянский народ, еще до христианской, значит, веры, вот это вот подчеркнуть. Потому что люди наблюдали тысячи лет за природой, и они все это дело проверили. Говорят, что климат меняется, меняются приметы. Возможно, все это меняется, но, тем не менее, тем не менее, все это работает, действует. Сезонное занятие для укрепления функций печени и желчного пузыря. Оказывается, смотрите, звук сюй позволяет уравновешивать избыток энергии, отвечающей за желчные функции организма. Вот, то есть, звуки влияют, звуки в первую очередь влияют на энергетику, то есть, они будут влиять на наше, значит, даже эмоциональное тело, то есть, тело желания, кама, рупа, да? Потом они будут влиять на праническое тело, то есть, энергетическое тело, и они будут влиять на эфирного двойника. То есть, вот на что влияет звук, а не то, что тут что-то там такое вот-вот произошло в нашем физическом теле. И далее у нас тут, я уже привожу, как, значит, укрепить печень и желчный пузырь, и функцию, значит, с помощью каких растений. Расторопша, прекрасный, прекрасные, значит, растения, семена, жмых, шрот там, спорыш и брусничный лист, бессмертник. Вот. Далее, вот смотрите, какие шесть целебных звуков, которые воздействуют на, укрепляют на печень, сердце. Когда их надо произносить, вот, для того, чтобы эти органы укреплять. На чём я работаю сейчас? Это я продолжаю. Современные морфологии, видите, вот даже вот такие вот. То есть, вот на основе этих рисунков, я хочу показать, что в основе формообразования человеческого организма лежит, завкнутый на себя вихрь. Даже видно, да, как это всё тут, действительно, вот он похож на вихрь. Причём поделённый на сегменты. Сегменты – это будущие позвонки. Рост зародыша. Как всё это происходит? И можно сказать, вот, вроде зародыш маленький, да? Вот. А как бы мы выдвигаемся из головы? То есть, у нас идёт из головы дальше. Угу. Так, это, значит, я. В Древневосточной медицине. Как происходит зачатие, интересно. Это в атласе тибетской медицины. Далее. Несколько трактовок определения пола ребёнка. А это вот действительно рисунок. Сознание зародыша порождает органы чувств. Второе. Первый элемент – земля, формирует мышцы, да? Кости, органы болезня. Третий. Первый элемент – вода, формирует кровь, орган, куста, влагу организма, вода. Четвёртый. Первый элемент – огонь, порождает телесное тепло. И субстанцию ясный цвет, желчи, так далее, да? Пятый. Первый элемент – воздух, порождает дыхание. Шестой. Первый элемент – эфир, порождает отверстие тела. Орган слуха, голос. Седьмой. Наличие пяти первого элемента способствует сформированию тела человека, да? Вот он вот. Все это в целом. То есть, для того, чтобы лечить человека, укреплять организм человека, необходимо иметь общее понятие об устройстве и работе организма. И вот, с древних времён этот вопрос интересовал людей, и они нашли то или иное объяснение. Более того, как говорят устройства человеческого организма, сначала объяснили боги, дали это знание, а потом уже начали там продвинутые люди толковать это так-сяк, и в конце концов дотолковались до того сейчас, что нифига ничего не поймёшь. Существует масса различных школ, и пошло-пошло-пошло. Основной душе человека, творческий анализ, то есть работа человеческого организма. То есть, тут такая идёт серьёзная довольно-таки исследовательская работа с моей стороны, что я вот практически учу себя, образовываю, ну и всё это дело сначала описываю в газете. Практический пример, тире, отзыв применения морозника. Кстати, я сам применял морозник, хорошая вещь, но надо держать дозировочку. Если дозировочка большая, обязательно будет болеть сердце. Если вот её держать, так сказать, в норме, и примерно где-то делать там, ну будем говорить, разумные сроки применения, это отличная вещь. Значит, против там иерпеса, против таких вот микробов, организмов, которые обитают внутри нас, в кровеном русле и, значит, вредят нам. А морозник, как ядовитое растение, ну такое, знаете, ядовитое, мягкое ядовитое растение, если бы применять дозировку и сроки, оно будет прекрасно воздействовать на организм и как-то его возрождать. Но тут, говорят, требуются очень точные такие вещи. Продолжение следует...